Проблемы малых населенных пунктов в большинстве своем одинаковые. Отсутствие газа, нехватка питьевой воды, свалки бытового мусора. Обо всем этом шла речь на встрече заместителя председателя кабинета министров Чувашской республики, министра сельского хозяйства Сергея Артамонова с жителями Чебоксарского района. Жители деревеньки Бичкосы, Варпосе и Большие Котяки уже много лет пытаются решить проблемы водоснабжения. Сельчане не могут провести водопровод в свои дома. Для того, чтобы приготовить еду или сделать уборку, люди могут ходить к колодцам или даже заказывать воду из ближайших населенных пунктов. Нам хочется иметь и стиральную машину, и чтобы вода из крана шла, чтобы молодежь оставалась. Мы же недалеко от города живем, но, к сожалению, много пожилых. Им же тоже надо быт свою обустраивать. Нас спасет только уже современная водонапорная башня. Проблемы пытались решить еще 12 лет назад, но довести дело до конца не удалось из-за нехватки финансов. В ближайшее время однозначно по тем населенным пунктам, где есть проекты с экспертизой, эти проекты рассмотрит Совет по инициационной политике и примут решение. И, я думаю, многие проекты реализовать уже можно в этом году. Такие проекты есть еще в Шумерлинском районе, в Янтиковском районе, в Красночитайском и Мариинско-Пасадском районах, где народ собирал, проектировал за свой счет. Поэтому эти проекты будут поддержаны в первую очередь. Жители села Ишлия беспокоят другой вопрос – газификация. Шесть лет живем, вообще ничего нет. Мы куда только не обращались. Инициативное бюджетирование, и программы разные. Хорошо, теперь проекты на что есть? Проекты с экспертизой на что есть? У нас была проектная документация, на газификацию была. Но, к сожалению, рабочий был он у нас. Но все сроки прошли, но сейчас вот все по новой нужно делать, сказать. Однозначно, сейчас надо готовить общую заявку, готовиться туда. Вы можете к нам заявиться на проектирование. Но точно поработать можно. Если пока проекта нет, если сами не соберете, в следующем году это только будет. Помимо этого, решить проблемы населенных пунктов в вопросах об устройстве инфраструктуры, строительства дорог и благоустройства поможет государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской республики». Ольга Семенова, Виктор Степанов, Республика.